Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки и добро пожаловать на новый ролик по игрушке последний день на земле. Как вы знаете, вчера вышло обновление и сейчас я вам про него немножечко расскажу. Конечно, вчера я бы сделал стрим, но, увы, стрим я делать не могу, потому что один очень плохой человек мне кинул на канал Страйк и пока что возможности делать стримы у меня просто-напросто нет. В общем-то, давайте прочитаем, что они здесь пишут. Девблок 11 августа, обновление 1.5.4 вышло довольно объемным. Изменения и нововведения коснулись бункеров, мы добавили новое оружие и материал. В общем, давайте разбираться совсем по порядку. А начнем с бункеров. Второй этаж альфа ждет первых смельчаков. Врагов стало больше, но и награды ценнее. Уникальные детали для новых рецептов и новый вид ресурса, о котором расскажем далее, можно будет найти только там. Следовать советам топовых стримеров дело мудрое, но искать свою тактику не менее интересно. Как и обещали, оптимизировали бункер и теперь он доступен для прохождения пользователям iPhone 5. Чтобы порадовать самых искушенных любителей оружия, мы добавили в игру несколько модификаций. Увеличенный магазин, глушитель, коллиматорные и лазерные прицелы. Пока их можно найти только вместе с оружием и нельзя снять или изменить. В будущем планируем дать возможность менять каждое оружие под себя. Сейчас модифицировать можно Глок, АК-47 и М16. Увеличенный магазин повышает прочность оружия, лазерный прицел наносимый урон, а коллиматорный прицел влияет на дальность стрельбы. Думаем, с глушителем все и так ясно. Вернемся к рецептам, чертежам и ресурсам. Теперь вы сможете собрать стол оружейника, используйте его для изготовления компонентов огнестрельного оружия. Мы добавили новый материал алюминий, в связи с чем в плавильне и верстаке также появились новые рецепты. Он будет использоваться в производстве оружия и некоторых конструкциях. Пару дней назад мы делились новым оружием, самопал уже в игре. Мы видели множество сообщений о трудностях в поисках оружия и решили немного облегчить вам жизнь. Старое оружие теперь можно переработать на детали на столе оружейника, добавьте алюминий, изоленты и болты и самопал готов. Стреляет он неплохо, новичкам поможет в схватке с более сильными противниками и станет серьезной угрозой в руках более опытных выживальщиков. Новый контент дело приятное, но и улучшать уже имеющиеся вещи мы не забываем. Изменили систему работы квикслота, теперь поломанное оружие будет автоматически заменяться другим. Переходим к одной из излюбленных тем чоппер. Да, его можно собрать и да, бензовак можно найти без взлома игры. И заканчивайте взламывать зомби, так и без аккаунта остаться можно. Выжившие, мы желаем вам отличных выходных. Уважаемые пользователи iOS, обновления появятся в App Store в течение 2-3 дней. Благодарим вас за поддержку, читайте о предстоящих обновлениях в следующих постах нашего блога. В общем-то, ребята, я вам здесь все прочитал, вроде бы все ясно, понятно, разработчики написали. И теперь мы, наверное, переходим в игру. Сейчас я быстренько вот сюда захожу таким вот образом. Еще, ребята, когда я только заходил в игру, здесь была еще одна табличка. Давайте я вам прочитаю, что там было написано. Потому что всегда надписи, которые у них в DevBlog'е и надписи, которые получаются вот в этой табличке, когда первый раз после обновления заходишь в игру, они немного отличаются. Мне кажется, интересно будет посмотреть, что там было написано, ну, при входе в игру. Потому что я все-таки сейчас уже не первый раз захожу. Ну, в общем-то, давайте я вам прочитаю. Что нового версия 1.5.4? Бункеры. Похоже, мощности генератора хватит, чтобы спуститься на второй этаж бункера. Альфа, но внутри вас ждет еще больше опасностей и несколько приятных сюрпризов. Шанс получить запчасти от чопера в финальных ящиках был увеличен. Время заводить моторы. Оружие. В игре появилось новое оружие самопал. Легко собирается, неплохо стреляет и станет серьезной угрозой в руках опытных выживальщиков. Хотя было до этого написано то, что он больше подходит для новичков. Еще больше удобства в обращении с оружием. Изношенная единица автоматически заменяется на новую из квик-слота. Чтобы порадовать самых искушенных любителей оружия, мы добавили в игру несколько модификаций. Это все понятно. Ищите новые образцы в бункерах. Рецепты и чертежи. Мы добавили новый материал алюминиум. Будет использоваться в производстве оружия и некоторых конструкций. Обратите внимание на новые рецепты в плавильне и верстаке. Теперь вы сможете построить и собрать стол оружейника. Используйте его для изготовления компонентов огнестрельного оружия. Ну, в общем-то, по поводу этого все. И давайте теперь уже полноценно переходим в игру. И смотрим, что вообще интересного здесь сделали разработчики. Также, ребята, хотел сказать то, что следующим роликом выйдет то видео, где я буду полностью проходить второй этаж. То есть я вам полностью покажу, сколько туда нужно брать экипировки и так далее. Потому что я слышал то, что его вообще практически невозможно пройти. И все, что сделали разработчики, все практически связано с донатом. То есть, ну, об этом немножечко поподробнее в следующем ролике. И там я уже, наверное, полноценно выскажусь. Но давайте сейчас мы посмотрим на то, что вообще здесь изменили. Мне сказали, нужно заходить в верстак и смотреть, что там нового интересного есть. Так, вот у нас чертежи. И дальше я смотрю, получается, на что. Мне нужно найти тот стол оружейника. Ага, он крафтится из 15 досок, потом 25 слитков, 20 резиновых деталей, 10 алюминия и 20 гвоздей. Потом самопал здесь. Ну, вы тоже все это посмотрите. Оружейные детали, я так понимаю, можно в столе оружейника получить. Ну, честно скажу, алюминий можно найти только, получается, на втором этаже. Даже нет, не только на втором этаже, и на первом можно найти. Потому что я вот первый только что зачищал, и там тоже нашел алюминиевую проволоку. Значит, слиток алюминиевый можно найти и на первом этаже. То есть, ну, я, честно говоря, не знаю, все-таки самопал сделан серьезно не для новичков, и на начальных стадиях игры он вам точно никак не поможет. То есть, в чем весь прикол? Вам нужно сначала сходить в это подземелье, то есть, хотя бы первый этаж зачистить два раза, потому что мне выпало только 4 алюминиевые проволоки. То есть, из 4 алюминиевых проволок, сколько там у нас, получается, всего этого делается? Где у меня тут печки-то мои? Вот мои печки, давайте глянем, сколько нужно для получения одного алюминиевого слитка. То есть, смотрите, мне нужно целых 2 алюминиевые проволоки для одного алюминиевого слитка. То есть, я нашел только 4 на первом этаже, то есть, мне как минимум нужно сходить 2 раза. Хотя, конечно, шансы будут отличаться. Короче, не знаю, но вам 100% придется зачистить вот это вот подземелье хотя бы 1 этаж. То есть, это получается абсолютно не для новичков этот самопал сделан. То есть, вам нужно и обычные оружки 4 раза разобрать, чтобы получить вот эти вот оружейные детали и алюминиевый слиток вам тоже нужно сделать. То есть, это, ну, оружие серьезно, не для новичков. Я вообще не понимаю, вот как можно было так написать. То есть, это очень странно и вот немного горит от этого то, что, ну, так написано для новичков оружие, оно вам поможет в самом начале. Мне кажется, легче вон Глок в какой-нибудь локации найти, в подземелье Альфа даже спускаться не надо. Вон, первый раз в бункер Альфа сходил, там у тебя 2 огнестрела, есть вот этот вот Глок-17. То есть, ну, какой смысл вообще в этом самопале? Конечно, интересно посмотреть, как он стреляет, но что-то как-то это все очень-очень странно. Также, давайте посмотрим, что там еще. Разработчики нового добавили. Так, удочку не сделали, потому что у нас еще нет стального слитка. Ну, и, в общем-то, наверное, все. Да, больше ничего нового я не вижу. Потом еще сказали то, что микросхема находится вот в этом, на втором этаже. То есть, мне уже подписчики столько сообщений скинули, это просто капец. Ну, в общем-то, я сейчас уже более-менее знаю, на что пойду, куда пойду и так далее. То есть, я уже более-менее с этим вторым этажом знаком. Видите то, что изменили немножко текстурку большой аптечки? То есть, ну, буквально чуток такие уж самые невиданные изменения. Потом по поводу текстурок вроде бы все. Ну, к чопперу можно подойти, посмотреть. Походу, теперь можно будет и бензобак найти. Но вот видите, у меня ни вилки нет, ни бензобак. Пока потом я сгоняю, может быть, что-нибудь из этого найду. В конечном итоге чоппер теперь уже можно спокойно собрать там и так далее. Я совсем забыл вам еще показать кое-что новое. Так, где же все это находится? Ага, нового чертежа у меня еще нет. Но там еще будет какая-то ванна от химикатов каких-то, либо что-то в этом роде. Короче, там нужно, ну, очень много всего для нее собирать. В итоге вы замочитесь с этим всем. Вам нужны второй этаж там много раз пройти. То есть, ну, скорее всего, пока что вот эта вот ванна, которую добавили, она не нужна ни для чего. То есть, ну, простой предмет, как вот АТВ, например. То есть, ну, с читами вы, конечно, его собрать сможете, но ни для чего он вам не пригодится. То есть, в этом вся фишка. По поводу крафта АТВ, вот тут изменили немножко. А тент, получается, заменили на плотную ткань 250 штук. То есть, блин, это очень много на самом деле. И так, блин, фиг соберешь этот вездеход. А сейчас еще сильнее усложнили. Это вообще какой-то капец. Ну, и, в общем-то, ребят, на этом все. Это был такой краткий обзор обновы. Потом мы спустимся на второй этаж. Там уже подробно все разберем. Расскажу вам, что нужно для этого подземелья и так далее. То есть, ну, всю экипировку, все в подробностях будет. И, в общем-то, там уже посмотрим. Посмотрим, что мне выпадет и так далее. Всем огромное спасибо за просмотр. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok